Шримад Бхагавата, вторая песня, 9 глава, 22 текст. Литературный перевод и комментарий о божественной милости Аббайчара Наравинды Бхактивиданте, с вами Шрива Парупады, Шрива Парупады Киджай. Совершенная мудрость заключается в непосредственном созерцании моих обителей, и ты обрел ее благодаря тому, что бессропотно налагал на себя суровое покаяние послушной моей воле. Комментарий Шрива Парупады. Комментарий Шрива Парупады. Того, кто следует этому указанию, Господь сам берет под свое покровительство. Таков секрет достижения высшей ступени совершенства. Лишенный комплекса превосходства, Господь Прама неукоснительно следовал этим принципам и потому достиг высшей ступени совершенства, увидев обитель Господа и самого Господа со всеми его приближенными. Осознание безличного сияния тела Господа, равно как и осознание Параматмы, еще не является высшей ступенью совершенства. В этом стихе особого внимания заслуживает слово Манишета. Каждый из нас обоснованно или необоснованно гордится своей так называемой ученостью, но Господь утверждает, что высшей мудростью обладает тот, кто постиг его и его обитель, где нет места иллюзии. Конец комментариев. Шри Матбхагаватам 29.22 Совершенная мудрость заключается в непосредственном созерцании моих обителей, и ты обрел ее благодаря тому, что безропотно налагал на себя суровое покаяние послушной моей воле. Итак, Господь беседует с Господом Брамой, который является Адигуру нашей Брама Мадова Гаудия Вайшнавской. Сампирадай. Сампирадая — это сампирадая парампара, это парампара, слова похожие, смыслы отличаются. Парампара переводится парампара один за другим, один после другого. То есть слово парампара указывает на конкретных личностей, которые входят в эту цепь ученической преемственности. И открывая Бхагавадгиту, там в предисловии, перед текстом самой Бхагавадгиты, есть в том числе перечень тех возвышенных личностей, святых, ачарьев, которые входят в эту парампару. Это парампара. Сампирадая означает философская школа, то есть то послание, которое передается по цепи парампары. Таким образом, парампара и сампирадая — это неравнозначные понятия. Например, если мы возьмем Исконы и мы возьмем другие вайшнавские организации, то сампирадая одна и та же, а парампары разные в том смысле, что после Бхактисиданта Сарасвати там другие личности идут. У нас парампара, то есть эта цепь после Бхактисиданта Сарасвати включает Шриву Парупаду и его учеников и учеников учеников. А в случае с другими вайшнавскими организациями, которые были основаны учениками Бхактисиданта Сарасвати, другими учениками Бхактисиданта Сарасвати, Там после бактисиданта Сарасвати идет тот или иной его ученик, тот или иной его саньяси, махарадж, и после этого ученики учеников и так далее. То есть, видите, парампоры отличаются, а сампродая по сути одна и та же. Хотя, с другой стороны, мы можем видеть, что в разных вайшнавских организациях эти положения сампродая и философского учения, акценты расставлены несколько по-разному. Но парампоры разные, а сампродая в основе, по сути своей, одна и та же. Итак, мы говорим про мудрость, про мудрость, которую обрел Господь Брама, который во главе нашей сампродая, он Адигуру, он обрел совершенную мудрость. Сам Господь говорит, ты обрел ее. То есть, Брама – непростая личность, это тот, кто обрел совершенную мудрость. И что же это такое? Это способность видеть Господа, постигать Господа, понимать, кто такой Господь, понимать, что такое его обитель, видеть эту обитель, видеть самого Господа и так далее. Но все равно с определенной периодичностью с Господом Брамой происходит такая история, которая называется «Брама Вимохана Лила». Она описывается в «Десятой песне Багаватам», когда Брама, ну, немножко растерялся, немножко забыл о том, кто такой Кришна. Мы помним эту историю о том, как он украл у Кришны его друзей, телят и мальчиков-пастушков. Иногда он относится к Джива Татве, Господь Брама, поэтому иногда Вимохана, иногда вот это вот заблуждение покрывает его. И Господь устраивает это для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что Господь – это Господь, а Джива – это Джива. Господь всегда все помнит, знает, умеет, понимает и так далее, и так далее. А Джива ограничена в этом. И Арджуна тому тоже пример. Он задает Кришне вопрос, как это так? Ты передавал это знание духовное Богу Солнца Вивасвану. Это же было давным-давно. Тебя же еще тогда не было. Не было тебя тогда. И Кришна говорит Арджуне, на самом деле, много раз мы вместе совершали вот эти вот ливы. Много у нас было этих совместных событий, этих историй. Я помню их все, а ты не помнишь ни одной. Помнишь только то, что происходит сейчас. В этом различие между Дживой и Богом. Но, тем не менее, все равно по милости Бога, по милости Верховного Господа, Джива может до какой-то степени, до определенной степени, не абсолютно, познать, понять этот абсолют. Итак, в тексте говорится, собственно говоря, о том, что такое мудрость. Что такое мудрость? И каковы условия ее обретения? Вот здесь говорится. Возможно только по его милости. Об этом седьмая глава Бхагавадгита, например. Главы седьмой по двенадцатую Бхагавадгита, они о том, что такое бхакти-йога. Седьмая глава Бхагавадгита. Начинается все с седьмой главы. И седьмая глава описывает четыре категории людей, которые интересуются духовной жизнью, и четыре категории людей, которые не интересуются. И дальше Кришна говорит про эти четыре категории людей, которые это неинтересно. Он говорит, а в общем-то я себя от них скрываю пеленой иллюзии, иллюзорной энергии. То есть я лично, я, говорит Господь, определяю, что с ними у меня будет расстояние, они не хотят меня, они не хотят отношений со мной. Поэтому, в принципе, я тоже скрываю себя от них. Почему он скрывает себя от них? Для того, чтобы выполнить желание живого существа, которое хочет быть подальше от Бога, с одной стороны, и с другой стороны, для того, чтобы не провоцировать этих живых существ на последующее оскорбление в адрес Бога, в адрес духовного пути, в адрес преданных. Потому что вот такой менталитет атеистический, и особенно если это так называемые воинствующие атеисты, когда людям, ну не сидится спокойно, что вот есть люди, которые в Бога верят, они прямо вот хотят доказать, хотят поспорить, хотят, нет, вот нет его, вот нет, мы будем на этом настаивать. Мы будем настаивать. И когда эти люди соприкасаются с духовностью, с духовными, религиозными всякими темами в той или иной форме, то это порождает у них гнев. Этот гнев, это оскорбительное настроение, и также это мацария, зависть по отношению к Богу в ярком своем проявлении, все больше и больше отдаляет их от этого пути, от духовного пути. Поэтому Господь в каком-то смысле даже им помогает, прячась от них, по их воле прячась от них и не показываясь им на глаза, просто чтобы они не усугубили свое положение, чтобы они не усугубили свое положение. Итак, это возможно лишь по милости. И Кришна дает рецепты, как это сделать. И очень важный момент, важное условие обретения этого совершенства, мудрости этой, это вот в комментарии здесь Шрива Прупада об этом пишет. Нужно быть лишенным комплекса превосходства. Одно место. И вот здесь вот говорится еще про живых существ, которые гордятся своей так называемой ученостью. То есть, иначе говоря, вот это вот эго, я знаю, я разбираюсь, оно достаточно сильно мешает в духовной жизни. Сейчас я тут немножко нажму кнопочку. И так, да, Абхинан Прабу, это в конце я постараюсь сделать, в конце постараюсь ответить. Да, то есть ученость, вот она ученость, мирская ученость, она не поможет, она не поможет. И Шрич Тани Махапрабу, который 535 лет назад пришел, он тоже в ряде случаев, на ряде истории, он доказал это. Он показал, что, ну вот в этой истории, например, про Кешева Кашмири, жил-был Кешева Кашмири, это был очень такой выдающийся знаток священных писаний, санскритолог и так далее. Очень много знал в сфере ведической литературы, но была у него одна серьезная проблема. У него было вот это вот эго, я знаю, я ученый. Это эго порождается сатвагуной. Сатвагуна, гуна благости обуславливает живое существо двумя проявлениями, сукхой и гьяной. Гьяна означает «я знаю», то есть ясность появляется относительно жизни, что к чему, и как жить, и что важно, что не важно. Гьяна и сукха. Сукха означает «человек счастлив внутри», он гармоничен, и в принципе на основе этой гьяны и суки возникает, как правило, возникает, неизбежно возникает. Точно так же, как вот мы идем по этому духовному пути, и практически неизбежен фанатизм на какой-то стадии, как детская болезнь роста. И, конечно, чем раньше мы это преодолеем, тем лучше. Фанатизм, то есть вот это вот желание всем доказывать свою правду. И точно так же вот этот комплекс превосходства, порождаемый гуной благости, тоже в каком-то смысле неизбежен, как болезнь роста, которая заключается просто в том, что мы преисполняемся этой сатва гуны, потом мы смотрим на людей вокруг, и у нас кривятся губы, и мы думаем, губы, зубы, и мы думаем, ах, вонючие, корми, ах, такие сики, мясоеды и так далее. По отношению к материалистам или даже по отношению к нашим же братьям и сестрам, преданным, которым просто в силу каких-то обстоятельств меньше сатвы, просто меньше сатвы в их жизни. Так бывает. У кого-то ее побольше, у кого-то поменьше. Они в противоборстве находятся, эти три гуны материальной природы. Они постоянно борются. Мы не можем занять, находясь в материальном мире, какую-то стабильную точку, в которой могли бы находиться гарантированно, фиксированно, всегда под определенной, нужной нам комбинацией гун материальной природы. Это постоянно как качели. Это меняется. И мы смотрим, допустим, мы так это вот вдруг стали сатвичными, стечение обстоятельств, карма хорошая, или попали в благостное место, и мы смотрим на каких-нибудь других преданных, которым не так повезло в этот момент, в данный момент времени. И чувствуем превосходство, и думаем такие, о, о, я-то ого-го, а они-то ага-га. Но гуны в противоборстве. Это означает это колесо, это чакра, карма-чакра, она провернется в какой-то момент, и уже мы окажемся внизу, и кто-то будет поглядывать на нас. То есть гуна благости, она обуславливает, обуславливает живое существо. И один из ачариев, то ли Баладева Видьябушина, то ли Вишванатхача Караварти, объясняет, что все три гуны материальной природы отвлекают живое существо от Кришны. Комментируя 14 главу Бхагавадгиты, где описываются эти гуны, он пишет, есть три гуны материальной природы, они отвлекают. Тамагуна отвлекает таким образом, что человеку слишком плохо, чтобы думать о Кришне, пишет ачария. Раджагуна отвлекает таким образом, что человек слишком занят, чтобы думать о Кришне. И сатвагуна отвлекает в том смысле, что слишком человеку хорошо в жизни, чтобы думать о Кришне. По факту гуны, то есть сами по себе гуны, они не сподвигают живое существо думать о Кришне, Кришне, они не двигают живое существо в этом направлении. Эта тяга, это стремление думать о Кришне, служить ему, это бхакти-ватабиджа, мы ее получаем от духовного учителя. Она имеет абсолютно трансцендентный источник, трансцендентное происхождение. Гуны не могут нам в этом смысле помочь. Сатва гуна способствует, она гармонизирует, конечно же, нашу жизнь. Но она не является полноценной заменой духовной жизни. И более того, она обуславливает вот этим вот состоянием, что я лучше, что я превосхожу, что мне хорошо. А раз мне хорошо, мне слишком хорошо, чтобы думать о Кришне и слишком хорошо, чтобы думать о чужих проблемах, как вариант. Но если добавить, ну то есть если рассматривать не сатвагуну в чистом виде, материальную сатвагуну, отдельно взятую, если к этому добавить сознание Кришны, то мы увидим, что сатвагуна – это лишь средство. Благость – это лишь средство для того, чтобы духовно развиваться, и есть разные вайшнавские ценности. Например, такая ценность, как сострадание. То есть тебе стало хорошо, помоги другому, чтобы ему тоже стало хорошо. А что значит хорошо? Хорошо означает хорошо с Кришной. Отдельно взятое хорошо, наше отдельно взятое хорошо. Это не есть хорошо, потому что это по-прежнему самсара. Это просто положение в этом аттракционе Шрила Привупада сравнивает наше пребывание в самсаре с аттракционом под названием «чёртово колесо» или «колесо обозрения». В какой-то момент да, нам хорошо в этом колесе, потому что мы оказались сверху, и нам всё замечательно видно, и это аналогия такая. Но потом это колесо повернётся. Надо вылезти из этого колеса. Нужно позвать электрика, дядю Васю, который отключит это колесо. И кого же мы зовём? А мы каждый день зовём Кришну. Мы говорим Ему, займи меня преданным служением тебе, преданным служением Шрима Тирадара, не займи. Займите меня оба служением вам, потому что именно за счёт этого духа служения, вот дух служения, он как раз вытаскивает живое существо из влияния трёх гунн материальной природы. Духа служения по факту нет в материальном мире, его как такового нет. Есть что? Есть дух эксплуатации, есть расширенный эгоизм, когда есть, казалось бы, это может показаться, что это служение. Когда люди бывают альтруистичными или когда они занимаются благотворительностью. Кажется, что это служение, кажется, что это бескорыстно, но по факту человек всё равно ублажает себя, свою расширенную концепцию эго. Я помогаю себе, я помогаю всем тем, кого я соотношу с собой. Само по себе служение как таковое, идея севы, оно – это духовная вещь. Служение – духовная вещь, смирение – духовная вещь, терпение – духовная вещь. Здесь в материальном и смирении у нас лишь имитация этого, и обычно это не выдерживает проверки жизнью. То есть в течение какого-то времени при определенных конкретно заданных обстоятельствах человеку легко и служить, и терпеть что-то, и проявлять смирение, но потом, когда прижмёт, именно по вот этой материальной парадигме, кто я такой, и чего мне в жизни надо, и чего я прямо вот требую от этой жизни. Как только прижмёт, обязательно человек оборачивается совсем другими сторонами. Но практикуя бхакти-йогу, мы можем превзойти в себе эту обусловленность постепенно. Что же для этого надо? В комментарии об этом говорится. Нужно вот этого избегать, вот этого избегать, вот этого то есть гордость так называемой учёностью, комплекса превосходства, вот эти вещи. Кешава Кашмири этим страдал. И Шричтане Махапрабу, будучи ещё пока что немай-пандитом, он ещё не принял саньясу, он помог Кешава Кашмире, он поставил его на место, он помог ему добиться ясности в том, кто он такой, и кто такой немай-пандит, и так далее. Они встретились на берегу Ганги, и там были ученики немая-пандита, и Кешава Кашмири бросил вызов немай-пандиту. Он везде путешествовал и коллекционировал так называемые виджая-патры, виджая-патра, или в переводе на русский «справка о победе», справка о победе, виджая-патра. То есть каждый человек, каждый мудрец, каждый учёный, там санскритолог и так далее, которого Кешава Кашмире удавалось превзойти по учёности, победить в дебатах, в спорах, а это отдельная наука, вот эта вот нияя, логика, доводы, аргументы, как вот. Ну, Шрила Прупада по сути это называет жонглирование словами, жонглирование вражений. Как это сделать? Это целая наука, этому учатся. И вот всякий раз, когда он кого-нибудь победил, ему выписывали по его просьбе эту виджая-патру, и он уже везде путешествовал, у него была пачка этих виджая-патру, он всем показывал, гордый такой, вот я превзошёл этого, превзошёл того, победил того, победил этого. И в надежде получить виджая-патру от немая-пандита, он прибыл на Вадвипу, и местные мудрецы, местные всякие пандиты, мудрецы, эксперты по наукам духовным, духовным и прикладным ведическим наукам решили, а выставим-ка мы в качестве представителя от Нова-Двипы, выставим-ка мы немая-пандита. Почему мы предложим Кешала Кашмире немая-пандита в качестве оппонента? А потому, что он самый младший среди нас, поэтому это нам только на руку. Если Кешала Кашмире его одолеет в этих дебатах, мы скажем Кешала Кашмире, ну так это всего лишь немая-пандит, он самый младший среди нас, а мы-то ого-го. Вот, а это всего лишь немая-пандит, так что ничего удивительного нету. А если Кешала Кашмире потерпит поражение в дебатах с немая-пандитом, то тогда мы скажем Кешала Кашмире, вот видите, даже немая-пандит тебя победил, что уж говорить о нас, мы-то уж точно ого-го. Так вот, они подумали и решили, что выгоднее всего будет выставить в качестве оппонента для Кешала Кашмире, выставить немая-пандита. Кешала Кашмире пришел, но он не учел одного обстоятельства, то, что немая-пандит, это никто иной, как Рада Кришна Нахи Аня, он не отличен от Шримати Радхарани и от Господа Кришны, это сам Господь. И Кешала Кашмире по просьбе немая-пандита восславил реку Гангу, на берегу которой они сидели, восславил реку Гангу, на берегу которой они сидели, очень быстро, очень быстро составил 100 текстов, 100 шлок, которые воспевали эту реку, очень быстро произнес ее со скоростью ветра, как пулемет, как из пулемета, со скоростью ветра, очень быстро произнес эти 100 текстов. Какие замечательные тексты, сказал Анимай-пандит, мне они очень понравились. тексты, но в них есть изъяны. И дальше он начал говорить в тексте, допустим, номер 26, третья строка, вот там есть вот это, а в тексте номер 51, четвертая строка, там есть вот то. И он приводил разные примеры. Он указывал на некоторые нарушения в составлении этих стихов. Нарушения бывают разные, бывают нарушения с точки зрения санскритской грамматики, то есть слова расставлены неверно, или, допустим, допускают какие-то не те смыслы, какие надо, или, допустим, с точки зрения красоты, с точки зрения так называемых аланкаров. Аланкар означает украшение, то есть есть определенные законы стихосложения текстов на санскрите, и вот в соответствии с этим что-то считается эстетичным, а что-то нет. И так вот он набрал в этих ста текстах очень много ошибок и сказал, где что было. И этим очень удивил Кешева Кашмири. Потому что Кешева Кашмири сказал, вот это да, я сам уже не помню всего того, всех этих стихов, которые я произнес. А ты не только все это обнаружил, так ты же еще их и помнишь. Это удивительно. Кешева Кашмири растерялся, конечно, а ученики Немая Бандита начали над ним смеяться, Немай Бандит их успокоил. И Ачарии объясняют, что когда он их успокоил, то так он проявил вайшнадское качество, смирение, мягкость сердца и так далее. Он сказал, это просто потому, что Кешева Кашмири только с дороги, он приехал, он еще устал с дороги, надо чтобы он пошел домой, лег, отдохнул, поспал, потом он вернется, утро мы продолжим, утро вечера мудренее и так далее. Он успокоил учеников, он не дал им смеяться над своим оппонентом. То есть он не стал проявлять там эго. Эго проявлял Кешева Кашмири. Он пришел на эти дебаты вот в этом настроении, что я превосхожу, что я победитель. У меня эти биджай-патры есть. Вот они, свидетельства, что я победитель. Документы, которые подтверждают, что я победитель. Вот он пришел в этом настроении. А Шричитани Махапрабуни, Майя Бандит, по контрасту, по контрасту он повел себя очень смиренно. Это то, как нам тоже стоит себя вести. То есть если кто-то пытается себя как-то вот, как-то нос задрать, показать себя очень умным, гордым, там, превосходящим и так далее, то очень хорошо будет с точки зрения вайшнавского этикета не пытаться платить человеку той же монетой, то есть не становиться на тот же уровень сознания, а проявлять вот эти вот качества. Ну, то есть быть до какой-то степени трансцендентным или трансцендентной по отношению к чужой гордыне или там к чужой зависти или к чужим каким-то еще особенностям. Это украшает преданного. Вайшнавский этикет — это украшение преданного. И потом он, Кеша в Кашмире, пошел к себе домой и все думал, а чего это я проиграл? Я всегда выигрывал, а теперь я вдруг проиграл. Почему так? Он не мог понять, в чем причина. Мне всегда помогала богиня учености Сарасвати, а в чем дело теперь? Неужели я лишился ее милости? Что же мне сделать, чтобы вернуть себе ее милость? И он лег спать. Сейчас я водички попью, на секунду. Он лег спать. И богиня Сарасвати явилась. Ему во сне и сказала, ну так, а как ты, чего ты хочешь? Это ж муж мой сейчас к тебе пришел, спорил с тобой. Ну, то есть Господь. Господь — это вот муж Вакшми Сарасвати из этой категории. Вот. А это ж мой муж, как я вперед мужа. Нельзя вперед мужа. Нельзя. Я не могу, я должна ему уступить. Вот. И вообще, имея в виду, что это Господь, предайся ему, предайся. И на следующее утро Кеша в Кашмире проснулся. Как проснулся, сразу же побежал к немая пандиту, бросился в ноги и получил у него посвящение, стал его учеником. Это удивительно. История просто о том, что для того, чтобы правильно себя повести в той или иной ситуации, в этой ситуации и в любой другой, полезно понимать, какое положение занимает та или иная личность, с которой мы имеем дело. Теперь мы с вами перейдем еще к одному моменту в нашем разговоре. Так, сейчас я тут нажму еще раз на кнопочку. Продолжаем разговор. Бхагавадгита. Бхагавадгита. Седьмая глава. Про мудрецов. Про мудрость. Про метод обретения мудрости. Еще раз. Седьмая глава. Это что? Это про знания, про бхагти-гьяну, короче говоря. Знания о бхагти. Знания, которые позволяют развить бхагти. Срединные главы Бхагавадгиты. Седьмой по двенадцатому. Текст семь-два. Кришна говорит о Ржуне. Сейчас я открою тебе во всей полноте знания о материальной и о духовной природе. Когда ты овладеешь им, для тебя уже не останется ничего непознанного. То есть, то, что он дальше раскроет в этих главах, это полная картина. В комментарии Шрила Парупада отмечает вот этот вот интересный момент. Очень важна принадлежность к парампоре. Начали с парампоры. Брама принадлежит к парампоре. Он в ней. Можно в этом убедиться. Открыть Бхагавадгиту, вот этот список парампоры. Мы увидим, там Господь Брама находится. То есть, это условие, как обрести вот эту совершенную мудрость. Как увидеть Господа, как увидеть Его обитель. Принадлежать к парампоре. Необходимо. Абсолютно необходимо. Об этом говорит бхактинот такую. Вот здесь. Это у нас текст такой. Называется Даша Мула Татва. Даша Мула Татва означает 10 основополагающих, 10 корневых, мула это корень, 10 корневых истин или учений относительно вешнавизма бенгальского, гауди бенгальского, которому мы принадлежим. Тут много всего. Мы не будем сейчас читать все. Я просто попутно могу порекомендовать, если вы хотите, если вам интересно, достать эту книгу под названием Даша Мула Татва и почитать ее, потому что в ней в систематизированной форме представлено наше учение. И его знать полезно. В этих 10 пунктах фактически ответ на вопрос, во что мы верим. Точно так же, как у православных христиан есть символ веры, так называемый. То есть конкретный текст, в котором говорится верую в Иисуса, который сын Бога, пришел и так далее. Верю в то, верю в это. И вот точно так же к нам приходят люди. И они спрашивают, во что вы, кришнаиты, верите, в чем вы занимаетесь и чем вы живете. И поскольку у нас очень обширная философия, то даже непонятно, за что хвататься и какой пункт обозначить. Иногда человек может в ответ на этот вопрос, что вы тут, кришнаиты, делаете, что вам интересно. Кто-то будет рассказывать про три гуны материальной природы, кто-то расскажет про карму и реинкарнацию, кто-то скажет, что то, что дал Шрива Парупада, позволяет гармонизировать семейные отношения. Кто-то будет даже про летающие тарелочки рассказывать про то, что мы не одни во Вселенной. И потом предложит книгу «Легкое путешествие на другие планеты». То есть у нас очень такое получается раскидистое дерево. Мы много чего знали и много чего читали. И вот эта вот книга Даша Мулататова позволяет систематизировать, она позволяет понять, а во что мы верим, что входит в наш так называемый символ веры. И все начинается с… Очень коротко, я не буду погружаться, тем более время у нас ограничено. Все начинается с «амная прага». «Амная прага» означает «амная» – определение. Это учение вет, которое нисходит через гуру парампору. Слово «амная» как таковое – это практически синоним слова «ачинтия». «Амная» или «ачинтия», то есть то, что непостижимо, то, в чем мы не можем разобраться сами, то, что недоступно нашим чувствам, нашим глазам, которые пока что не приманжены чхурита бхакти вилочанена, пока что не умощены бальзамом любви к Богу, и поэтому мы ни обитель Бога, ни самого Бога не видим. Поэтому и его обитель, и сам Господь относятся к категории «амная». Они непостижимы, по крайней мере, они непостижимы материальными чувствами, это точно. И поэтому помощь шри-гуру парампору абсолютно необходима. Это одно из положений нашего, так сказать, вероучения. Итак, в этом тексте 7.2 Шрива Парупада подчеркивает очень важна принадлежность к парампоре. А в тексте 7.3 тоже есть интересный момент в комментарии. В тексте 7.3 опять же про мудрецов. Про мудрецов. Что такое совершенная мудрость? В этом тексте говорится, что совершенства в этой мудрости реально достигают немногие. «Манушья нам сахасрешу, кашчит я тати си дае, я татам апи си да нам, кашчин мам вети татватаха. Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину постиг меня». То есть редко встречается вот эта вот совершенная мудрость. И в комментарии вот такое удивительное утверждение делает Шрива Парупада. «Постичь Кришну могут только те, кто обладают сознанием Кришны». Кто обладает сознанием Кришны. Амная прага. Получаем сознание Кришны по парампоре. Другого пути нет. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Абсолютно никакого другого варианта нет. Вот классический текст в конце комментария к тексту 7.3. Материальные чувства сами по себе не способны воспринять духовную реальность. Они не способны. Нам нужно одухотворить эти чувства через практику, через практику служения. В комментарии к сегодняшнему тексту как раз об этом и говорится. Это не умозрительное дело. Это именно вот надо служить. Именно вот надо... Ой, что такое? Мне тут немножко проскочило. Нужно служить, нужно действовать. Бхакти – это не пассивная медитация, не внушенный себе экстаз, пишет Шрива Парупада в одном из комментариев к Нектару Наставлений. Это практика, это деятельность. Ручки, ножки, глазки и так далее. Все занимаем. Ротик, едим просад, говорим о Кришне, язык. Все задействуем. Это не умозрительное дело. Достичь этой совершенной мудрости может каждый, кто старается преданно служить Господу в соответствии с указаниями авторитетных Бога откровенных писаний, признанных истинными ачариями, духовными учителями. Опять же, отсылка на Шри Гуру Парампору. Это возможно, если человек практикует. Есть чудесная история. Однажды к Бхактисиданте Сарасвати в Матх пришел один ученый, и он сказал... Ну, то есть он пришел к ученикам его точнее, и он сказал, я хочу поговорить с вашим духовным учителем, с Бхактисидантой Сарасвати. Потому что у меня есть к нему ряд теологических вопросов. Это был ученый, теологических вопросов. И ученики ему сказали, сейчас наш духовный учитель занят, он попросил вас, что пока вы его ждете, сейчас можно будет немножко поделать сужение, можно будет помыть параферналии божеств. То есть вот эти все предметы, которые используются при поклонении раковина, там, светильник и так далее, поднос и все вот это, колокольчик. Можно это все помыть. И потом Бхактисиданте Сарасвати освободится и уделит вам время, сказали ученики. И ученый так и поступил, ему все выдали, он послужил. И потом Бхактисиданте Сарасвати так и у него уже появилось это свободное время, но он выглядывает в окно и видит, что этот ученый удаляется, он идет куда-то. И он спрашивает этого ученого, а как там насчет Даршина, как насчет аудиенции, вы хотели обсудить какие-то вопросы, я слышал. И этот ученый сказал Бхактисиданте Сарасвати, пока я мыл эти параферналии, я все ответы на свои вопросы получил. Иногда так бывает. Мы получаем знания через гуру саду шастры, то есть от духовного учителя, от преданных через священное писание. Итак, я дико извиняюсь, я не знаю в чем причина, то есть я пробую разные соединения, они все равно отваливаются иногда, бывает такое. Итак, мы получаем знания от гуру саду и шастры. Шастры – это первоочередной источник, самый главный источник духовного знания. Гуру следуют шастры, Вайшнавы тоже следуют шастры, то есть из этих трех шастры самое главное. И иногда бывает, что по милости Кришны, вот как в этой истории про Бхактисиданту Сарасвати и про этого ученого, иногда бывает, что из сердца что-нибудь открывается, но чтобы мы были уверены в том, что нам открылось именно то, что надо, нам нужно перепроверить это. У священных писаний, у духовного учителя, у преданных, спросить преданных. Это, кстати, один из элементов вайшнавской культуры. Даже если мы в чем-то очень сильно уверены, и даже в шастрах, если читали, то очень хорошо бывает переспросить у разных преданных, которым мы доверяем, старших вайшнавов и так далее, а правильно ли я понимаю, что вот оно вот так, что вот нужно поступить именно вот так. Это очень хороший, очень хороший подход. Его продемонстрировал Махараджа Парикшит даже, когда он пришел на этот берег святой реки, которая по разным источникам, то ли Ганга, то ли Емуна. Вот он пришел на этот берег реки, чтобы проститься и семь дней слушать Бхагаватам. Он сказал этим мудрецам, вот у меня такое намерение, я собираюсь проститься, собираюсь быть на этом берегу реки. Но он представил эту свою идею, что он хочет быть на берегу этой реки, он представил эту идею на суд собравшихся мудрецов. То есть он не просто так вот, вот он я, пришел, мое решение окончательное. Он сказал, я думаю, там текст такой есть. Я думаю, я считаю, мне кажется, по моему мнению, я думаю, я думаю, что для меня это будет благом. Для меня это будет благом. Подведем итог. Амная, то есть непостижимое, оно же очиньте, раскрывается, если мы в парампоре, если мы занимаемся практическим преданным служением. Сам Господь Брама, Ади Гуру, показывает свой пример, и нам ничего не остается делать, кроме как следовать этому примеру. Но этот пример очень вдохновляющий. И именно сам Господь дал Браме и видение, его видение Господа, и видение обители Господа, и созидательную силу также. Третья песня Багава, там об этом, там есть соответствующая глава, дал созидательную силу на то, чтобы Брама мог совершать это служение, которое он совершал по обустройству Вселенной. Но это предстоящая уже тема, это третья песня. Вот такова природа духовного знания, то есть парампора плюс практика служения, плюс свобода от гордыни. Вот эти вещи необходимы. Иначе якорь, как в этой истории про свадьбу, про молодоженов, тоже Бактисиданта Сарасвати такой приводит этот пример, эту историю была свадьба. Такая история из его притч, из его истории была свадьба. И молодожены сели в лодку, им нужно было переплыть на другой берег, они заплатили лодочнику и сказали, греби дорогой, а сами заснули в этой лодке, лодочник усердно греб, потом они просыпаются и, как говорится, поутру они проснулись. Они проснулись и смотрят, никуда они не приплыли. И ты чего ленишься-то, спрашивают молодожены лодочника, мы же тебе хорошо заплатили. Я не ленился, я греб всю ночь, я старался, я отрабатывал, все нормально, оправдывается лодочник. Потом они смотрят, они не сняли, оказывается, эту лодку с якоря. И Бахтисидан Сарасвати приводит это в качестве примера. Есть кое-какие вещи, которые нас якорят в нашей материальной обусловленности. Дальше мы внешне можем практиковать, но при этом нет особого продвижения. И одно из этих условий – это когда у нас недостаточная занятость практикой, например, практическим преданным служением. Или, допустим, практика есть, но мы сильно гордимся и думаем, какие мы замечательные практиканты, какие мы замечательные практикующие. Вот это все срабатывает как якоря, с которых нужно сниматься. Харе Кришна, спасибо за внимание. Тут вот из чата стерся вопрос ваш Абхинанда Прабу, то есть я его не вижу, этот вопрос. Можете забросить его туда заново, и мы попробуем его обсудить, если нам позволяет время. Так, ну-ка. Так. Харе Кришна. Так. А, ну да. Падение Дживы. Каким образом, если бы, если мы были совершены и обладали знанием, то как можно упасть? Как вообще можно упасть? Как это вообще такое могло произойти с нами? Такое бедствие, да? Это я вот спрашиваю, тут преданный стоит. Как вообще такое могло произойти? Могли бы ли вы поделиться пониманием этого вопроса духовной психологии, зависти, забвения Кришны? О, это очень глубокий вопрос. По нему много разных мнений, и некоторые люди прямо ведут ожесточенные дискуссии, как мы упали, были ли мы в духовном мире, не были мы в нем и так далее. Ну, то, что я слышал, идея заключается в том, что мы находимся здесь в материальном мире для того, чтобы получить экспириенс, получить опыт. То есть тот опыт, которого нам не хватило в духовном мире, где крутится все вокруг Кришны. И первопричиной нашего попадания в материальный мир является, собственно говоря, этот интерес. А вот как вот оно вообще, если все будет вращаться вокруг меня, а не вокруг него? И, собственно, почему вокруг него? Почему не вокруг меня? То есть, да, дух сужения имеется, но в какой-то момент живое существо отвлекается от этого, и ему хочется попытаться понять, как это, попробовать. И Господь, значит, дает нам эту возможность. Кто-то, понимаете, кто-то лезет пальцами в розетку, кто-то не лезет, кто-то лезет в трансформаторные будки, кто-то не лезет. Кому-то достаточно просто услышать, что вот не лезть в трансформаторную будку, а кому-то надо прямо вот залезть в нее, чтобы прочувствовать это на собственной шкуре. Вот, очень глубокая тема. Но Шрила Парупада говорил, что самое важное – это выбраться. Он приводил в качестве примера муху. Он сравнивал нас с мухами. Муха залетела в комнату, неважно, в какое окно оно залетело в этой комнате. Важно, чтобы она вылетела из комнаты, и нужно для этого показать на окно этой мухе, куда лететь. И Шрила Парупада прибыл в этот мир, на нашу планету и на запад, в частности, для того, чтобы показать нам, где это окно. Он сказал, я знаю, где этот ход. Держитесь за мою тхоти, я знаю, где дорога. Я покажу вам, куда идти. И мы пытаемся следовать. Харе Кришна. Вот. Ну, не так уж прямо глубоко удалось мне ответить на этот вопрос. Ну, вот я просто что мог сказать, то я сказал. Есть ли какие-нибудь вопросы? Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо большое, Мадова Мурари Прабуд, за лекцию, за ваше подключение. Я бы хотела просто уточнить вот тот вопрос, который мы сейчас обсуждали. Мы понимаем, что, находясь в духовном мире, Джива обладает качествами и полным знанием, качествами блаженства и полного знания. И вот вопрос-то у меня возник. Обладая полным знанием о духовной природе и Дживы, и Верховного Господа, почему Джива начинает испытывать зависть, желание проверить, как она будет себя на месте Верховного Господа чувствовать или раз, ну, тем самым раз отождествляя себя с Верховным Господом. Почему? Есть знание, но начинает завидовать. Как можно завидовать тому, кто обладает всем? Кто-то, вот, откуда берется знание, что сказали, нельзя лезть, тыкать пальцем в розетку, не тычет, да? Вот, но если есть знание, значит, не надо этого делать. Вот почему, обладая знанием, духовным знанием, все равно Джива начинает желать оказаться на месте Кришны. Вот в чем вопрос был. Вот, да, 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 вот этот вопрос нам нужно задать себе самим. Чего это меня угораздило-то? Зачем я этого захотел? Это в первую очередь… То есть он неотвлечен, он не в третьем лице, там живое существо, какое-то живое существо. В книгах Шривы Прупады про нас написано, вот там все пишется в третьем лице, вот там живое существо, оно мучается, страдает. Это в первом, а не в третьем лице. Да, надо себе задать этот вопрос. Чего это вдруг оно так возникло? Ну, да, живое существо знает, что оно вечно исполнено знание и блаженство. Вот захотелось, видимо, как-то попробовать. А как будет, если побыть в пространстве Асад, Ачит и Нерананды, понимаете, в противоположности? Этого опыта нету в духовном мире, понимаете? Потянуло, ну потянуло, и о Господе Он же выполняет с незапамятных времен желания всех живых существ, понимаете? Он выполняет желания живых существ, независимо от того, где оно находится, в духовном мире, в материальном. Господь выполняет желания. Вот. Иногда преданные говорят, я что-то в Кришну, в Кришне разуверился, он мои желания в последнее время что-то как-то не выполняет, но он самое главное это желание выполнил. Тогда, в прошлом, мы захотели в материальный мир попасть, Он же нас сюда, это, отправил. Самое главное желание нашего выполнил. Вот оно. В основе это своей, воля-то наша, она, ну как бы, осуществлена, осуществилась, понимаете? Теперь, ну, это имеет определенные издержки, конечно, пребывания в материальном мире, 8 миллионов 400 тысяч форм жизни и так далее, и так далее. Тригуны, и вот оно все так взаимодействует и вызывает разные чувства, то нравится, то грустим, то веселимся. А приходит Шрила Парупада, приходит гуру и говорит, давайте это, вылезайте из этой песочницы. Есть дела по те, которые соответствуют вашему реальному изначальному положению. Есть Кришна, а вы вот, оказывается, его, служить ему, понимаете? Вот такие дела. Получается так, что нравится, не нравится, хочу, не хочу, оно очень глубокое такое вот желание или вот понимание, что даже находясь в духовном мире, мы все равно испытываем вот эту двойственность. Получается так, наверное, да? Оно не получается так, потому что двойственности там нет. Также в Бхагавадгите есть текст, в котором говорится о том, что тот, кто вернулся в духовный мир из материального обратно не возвращается, ну то есть снова не падает в материальный мир. Не падает за счет того, что именно вот вся полнота экспириенса, вся полнота опыта уже обретена, все познается в сравнении, мы получаем полную картину и тогда уже мы остаемся. Но остаемся опять же не автоматически, не то, что нас удерживают на цепи в духовном мире, а за счет того, что просто не хочется. Но если вдруг опять по какой-то причине закончится, захочется, то тогда опять. То есть это все на основе желания. То есть мы защищены не самим фактором попадания в духовный мир, а мы защищены тем, что нет этого желания в материальный мир попасть снова. Вот за счет этого. Вот Григорий тянет руку. Давайте. Харе Кришна, Григорий, nice to see you. Вот в чем вопрос. Вы в начале лекции, когда прочитали комментарии Шрифа Купады, упоминали сказания Господа Бхагавата Дити, когда Арджуна, ну тоже забвение, памяти нет. Что он помнит все наши воспрощения. Вот. То, что исход массовый такой, да, бесчисленное количество живых существ, бесчисленное количество материальных вселенных, одноглавого Брамы, четырехглавого, миллиард главого Брамы. Это же просто невообразимо. Вот. Просто представьте объем саницида происходящего. Знаете, я, честно говоря, как-то вот мне пришла в голову, я прокомментировал, а сейчас на меня такой прямо ужас обрушился. И самое интересное, что обычные люди, ну, лично я считаю, конечно, это мой материальный опыт, я не помню свои прошлые жизни, может быть, и как когда-то происходит, там дежавю, что-то подобное, но опираясь опять же на нынешний свой опыт, я как бы пришел к одному единственным выводом. Значит, не извлекая уроков из прошлого, нечего рассчитывать на настоящее, потому что не будет будущего. Здорово. То есть, прошлое забыто, но должно быть помнятым. Будущее закрыто, но настоящее даровано. Поэтому оно и зовется настоящее. То есть, проживая прошлое, нельзя, как бы нельзя ничего изменить, мы делаем что-то в настоящем, чтобы рассчитывать на какое-то будущее. Это материальная концепция, это прекрасно понимаем. Но, опять же, дело в том, что настоящее дается настоящим, отсюда идет наше прошлое, соответственно, как бы входящая карма и туда-сюда, и то, ну, все мы там строим. И то, что сейчас мы пытаемся воспевать святые имена, предназлужить верховные божательные личности, все равно из этого проистекает замкнутый круг. Почему я не могу? Вопрос-то в чем получается? Если я, опираясь на прошлое, да, живу, как бы, настоящим, то есть, пытаюсь следовать, подпевать святые имена, ну, как бы, все это, да, то есть, обеспечиваю свое будущее, грубо говоря. Почему я сразу не могу опереться на прошлое, да, и не наступить на эти грабли снова? Зачем я раз за раз? Еще раз, какие грабли? И почему вы не можете чего? Опереться на прошлый опыт, то есть, смотрите, наверняка в миллионах и миллионах своих воплощениях, да, жизненных, я не раз принимал человеческую форму жизни, да, потому что, как бы, опять же, опираясь на веды, то, что говорят духовные учителя, я делаю вывод, что я когда-то произносил хотя бы один раз имя Верховной Божественной Личности. Поэтому, если уже было такое, значит, а мог я его произносить, только находясь в человеческом деле, правильно? По идее, да. Вот. Отсюда вывод. Ну, в принципе, еще есть разные полубоги. Полубоги, Визетхары и так далее, они тоже говорят. Они тоже могут говорить. Говорил, что мы когда-то все были полубогами. Григорий, а давайте вы все-таки сформулируете вопрос. Так вот, почему я забываю в прошлой жизни, хотя мог бы опереться на опыт? И как бы взякуваться в те самые лыжи и грабли? Еще раз. А, то есть, почему Господь лишает памяти о прошлых жизнях? Вот в этом вопрос, да? Смысл какой? Я уже не вижу в этой смысл. Понятно, Григорий. Обычно это объясняют таким образом, что в течение прошлых жизней, скорее всего, было совершено множество разных неправедных, неблагочестивых поступков. Это делается из милости и сострадания к нам, чтобы нас совесть не замучила. Чтобы мы прямо с ума не сошли, узнав о том, что там было. Особенно, допустим, если вдруг выяснится, что кто-нибудь из нас в прошлой жизни был каким-нибудь там, я не знаю, карателем, нацистом немецким, допустим, да, и расстреливал вот, допустим, людей тысячами и в яму их, в яму, в яму и закапывали. Ну, эти все истории неизвестны. Или еще что-нибудь в этом духе. Вот. То есть, понимаете, есть определенный груз в этом случае, если все помнить, груз памяти о прошлом, и при этом, что печально, нет никакой возможности это исправить, потому что те, с кем эта ситуация была, они уже пошли куда-то на первоплощение, и ничего не поделаешь, а груз вместе с нами. Поэтому, что Господь делает, Он эту конкретику нам помнить не дает, но сами последствия кармические мы все-таки отрабатываем. И это может, конечно, показаться несправедливо, как это так. Приходится отрабатывать то не знаю чего, но если мы будем знать чего, то нам будет морально еще тяжелее. Вот в чем штука. Как раз вот такая хитрая печенюшка, как вы привели пример времен Второй мировой войны. Очень такой яркий пример. То есть точно такой же пример, как бы ответ, ну нифига себе, а человек, прикинь, сжигаемый в доме, который сидит, за что? Невинный там, он сидит, его сжигают в доме эти самые средства, и он такой в недоумении, за что? А так бы знал, о, ну ладно, ничего, нормально, короче. В этом-то суть преданности и заключается. Преданность означает доверие Кришне, доверие его воли, доверие то, что происходит с нами в этой жизни. И мы при этом вовсе не обязательно знаем всю подноготную, но именно вот за счет того, что вот это отношение Кришне, которое мы пытаемся развивать, Кришне к духовному учителю, к Шриле Парупаде, и через милость гуру и Шриле Парупада отношение к Кришне развиваем, мы доверяем ему и соглашаемся на то, что раз с нами что-то происходит, то, а, оно происходит не случайно, значит, есть за что, один момент. То есть готовность принять, готовность принять происходящее возникает. Вот, ну и второе, если мы на пути преданности, если мы повторяем Харе Кришне и так далее, то в нашей жизни ситуации, ту же самую карму Кришне использует, то есть наши ситуации из того, что мы просто должны были бы претерпеть, просто, просто механизм кармы, который безличен по отношению к тем, кто в нем вращается. Заслужил – получи, заслужил – получи, и все, достаточно безлично. Но если мы добавляем Кришну в свою жизнь, в принципе, карма наша никуда не девается, но то же самое Кришна использует эти ситуации, которые нам надлежит пройти, как некие учебные ситуации, некую учебную площадку. И поэтому, зная о том, что Кришна – три калагья, Он знает прошлое, настоящее будущее, Он знает, что нам хорошо будет, что самое лучшее для нас будет, мы, попадая в разные ситуации, воспринимаем это как… учимся точнее, это же не дешевая вещь. Учимся воспринимать это как милость Кришны, как то, что позволит нам стать ближе к Нему. При условии, если мы свои шаги… О, что это? При условии, если мы свои шаги навстречу Ему делаем, мы воспринимаем те события, которые происходят в нашей жизни, в том числе, как некое проявление Его шагов, Его шагов, которые Он делает навстречу нам. И да, нам может быть неприятно чувство, ум бунтует и так далее, но пройдет какое-то время, и мы оглянемся назад, практика 10 лет, 20, 30, 40, и мы посмотрим, и поймем, что да, та или иная ситуация была необходима мне для того, чтобы стать тем, кем мы в итоге стали. То есть это все кирпичики, которые складывают фундамент нашей духовной жизни. Ключевой момент, то есть характеристика преданного – это то, что Он доверяет Кришне. Что-то происходит, значит, так оно и надо. Конечно, это нужно отличать от тех ситуаций, когда мы сами себе создаем проблемы, то есть как-то глупо поступили и создали прямо сейчас. Прямо сейчас создали проблему себе. Это другая ситуация. То есть, да, Кришна захотел, чтобы я нарушил регулирующий принцип, вот из этой серии, например. Это, конечно, нужно различать. Но бывают ситуации, которые, ну, как бы, их не ждешь, не зовешь, они приходят, и попытаться увидеть в этом некую, что ли, ступеньку, на которую можно встать, на которую можно переться и дальше шагнуть, понимаете? В этом идея. Харе Кришна, спасибо большое. На самом деле более глубоко и объемно, но что-то надо будет думать дальше. Хорошо, Григорий, давайте будем думать. Спасибо большое, Харе Кришна. Харе Кришна, спасибо за внимание преданное. Гран Тарат Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Привупады Киджай, Нитай Говора Примананда, Хари Хари Боу, Харе Кришна.